Касательно конструкции, можно так сказать, мягкого спуска. Зачем нужен мягкий спуск на винтовке Мосина? Если мы не хотим стрелять или лишний раз не хотим, мы взвели затвор, лишний раз не хотим дергать пружину, потому что ресурс у пружины хоть и крайне долговечный, но лишний раз не надо ее теребить. Делается, у Мосина была сделана такая система, что вот здесь крепление по типу, можно так сказать, к ласточкам хвоста прародителя, когда мы оттянули затвор назад, у нас есть вот эти два боевых упора, которые находятся внутри, которые при нажатии на спусковой крючок расходятся и сходятся. Один из них отвечает более крайне за спуск, то есть, что пружина у нас, он встает перед этим упором, и когда мы на него нажимаем, пружина спускается, а второй отвечает за мягкий спуск. Он находится раньше, и он не дает пружине, можно так сказать, сойти, но он позволяет сойти свободно затвору в нижнее положение. Как это происходит? То есть, простая перезарядка винтовки Мосина выглядит вот так. Вот мы оттянули затвор в сторону, боевая пружина взвелась, мы берем, отводим затвор назад, подается патроник, мы его экстрадируем внутрь ствольной коробки, закрываем затвор, производим выстрел. Как происходит мягкий спуск? Мы берем, отводим затвор назад, также взвели боевую пружину, но не хотим стрелять по какой-то причине. Мы возвращаем затвор в положение переднее, но не отводим его до конца, а отводим его вот так. Соответственно, на упор встает, сам затвор встает на упор второй, который находится вон там. И когда мы нажимаем на спусковой крючок, место выстрела, сам затвор у нас уходит в правое положение, выстрела не происходит. Как бы, в принципе, по функции винтовки Мойсена на этом все. Если разбирать затвор, ничего сверхъестественного там мы не увидим. То есть буквально просто боевая пружина, просто ударник, ну и, собственно говоря, просто задняя часть затвора и все. Как бы ничего сверхъестественного там нет. Касательно по винтовке Мойсена, по каким-то, можно сказать, особенностям конструкции, единственное, что можно выделить, что еще взял, возможно, Калашников к применению, это шомпул спереди. Хотя во многих винтовках того времени он и был спереди, он сюда вставлялся, не носился отдельно, так или иначе. Потому что, если раньше в винтовках, куда заряжался порох в пластиковом бумажном пакете, а потом заталкивалась пуля, шомпул не особо прям пристрелился к винтовке, потому что он всегда должен был быть под рукой. Потому что необходимо было прочищать стол и необходимо было дозаталкивать пулю. Винтовка Мойсена не требует таких манипуляций. Она с продуней с косячим затвором. Патроны у нас находятся в гидрозах. Нам не нужно каждый раз заталкивать вместе с порохом патроны в стол и чистить ее каждый раз после каждого выстрела. Вводя совершенно конструкции, тем более она нарезная, не глубокоствольная, ну и т.д. и т.п. Соответственно, шомпул находится вот здесь под лжевыми кольцами. Лжевые кольца, тут их две, они крепят, собственно говоря, дерево к стволу. То есть, по сути, винтовка Мойсена, это вот эта вот вся часть, ну плюс ствол. А вот это вот все, это ложа винтовки Мойсена. Крепится здесь ложевыми кольцами и здесь обыкновенными штифтами. Собственно говоря, это по винтовке Мойсена стандартный.